Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас продолжение челленджа, где я буду делать слаймы из рандомных ингредиентов. Вы, наверное, заметили, да, что сейчас у меня здесь очень много лежит шариков. И здесь, и на заднем фоне. Они у меня все остались после первой части этого челленджа. Если вы не видели это видео, то скорее его посмотрите. Ссылочку вы найдете в описании, либо она вот здесь где-нибудь наверху появится, и можете просто по ней кликнуть. Так вот, если вы не видели первую часть, то я вам сейчас коротенечко объясню правила челленджа. У меня здесь есть очень-очень много шариков. Я буду их все лопать до того момента, пока у меня не получится слайм. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны, срочно это исправляйте. Ставьте большой пальчик вверх под этим видео, мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, ищите в этом видео промокод для пиара в моем инстаграме, он уже здесь спрятан. Ну вот теперь, в принципе, все. Я вам самую важную информацию сказала. Так что давайте уже не будем тянуть и уже приступим к самому челленджу. Давайте выбирать шарик. Я не буду вот этого мучать сейчас пока лопать. Он будет со мной здесь где-нибудь рядышком лежать. Мне так нравятся эти шарики мучать сейчас с усиками. Мне их-то жало кучерями лопать. Поэтому давайте просто лопнем самый обычный шар. Здесь я вижу какую-то бумажечку большую. Да, кстати, не забывайте делать скриншоты с видео, где я лопаю шарики, потому что это, мне кажется, очень весело. Итак, смотрим. Вау! Это шок просто, ребята, смотрите. Первое, что нам попалось, это канцелярский клей. Ю-ху! Мне это уже нравится. Итак. Последняя капля, это очень важно. И теперь давайте выбирать следующий шарик, который я буду лопнуть. Наверное, я уже буду брать не со стойки, а буду выбирать отсюда. А, да, я вам забыла сказать, что у меня же есть шар спаситель. Спасатель. И, кстати, зацените мои тапочки. Я их не сняла. Я всегда в них не снимаю видео, а сегодня я решила в топулечках поснимать. Если у меня не получается слайм, то я лопаю его, потому что здесь должны находиться абсолютно все ингредиенты, из которых, вернее, должен получиться слайм. По крайней мере, Денис мне так обещал. Так, берем следующий шарик, пускай будет желтый. А, блин, тут тоже был желтый у нас сегодня, желтые шарики просто. И смотрим, что же у нас здесь. Это реально какие-то чудеса, ребят. Смотрите, пена для бритья. Вот я каждый раз, когда вот такое вот все начинается, да, типа там нормальные ингредиенты, мне кажется, что типа подставой какой-то пахнет. Что за фигня? Ну нет, нет, такого реально нету. В общем, ой-ой-ой, давайте добавлять. Он здесь так лежит и хочет упасть, поэтому давайте мы его сразу лопнем так. Это было очень громко. А, в ушах звенит, жесть. Давайте смотреть. Это у нас краситель зеленый. Давайте мы его тоже добавим. Блин, капец, в ушах звенит. Опасный челлендж. Рискованный, я бы сказала, потому что у меня после первой части в ушах звенело просто дико. Ну, а сейчас-то это капец просто. И, наверное, я возьму вот отсюда, прямо из угла, потому что я отсюда вообще не брала шарики. Так, опять желтый, да, что-то меня на желтый тянет. Ладно, ну хочется мне что-то желтый шарик. Давай бабахать его. Нифига он не бабахается. Ого, это туда так отлетело мощно. Так. У нас будет очень красивый цвет слайма, потому что у нас сейчас краситель голубой. Где же он у меня, где? Вот этот самый легкий краситель, потому что здесь написано, что это голубой краситель. Спасибо производителям. Добавляем его. Я нашла бумажечку, я нашла бумажечку. Она опять длинная. Присыпка детская. Люблю, когда попадается что-то такое, потому что слайм, типа, начинает прям получаться настоящим слаймом. Насыпаем. Сейчас тут будет экшен, потому что она все время так разлетается сильно. Знаете, вот так вот надо сделать. Делайте скриншоты. Фу, фу, ребят. О, блин, капец, я все замаралась. Ой-ой-ой-ой-ой. Это переходит все границы, все возможные вообще. Давайте подождем немного, пока это все вот так вот разойдется. Это, короче, жесть, ребята. Просто зацените масштабы просто детской присыпки. Но зато это было красиво, согласитесь. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что это было красиво. И вы готовы, да? Давайте, короче, идем, 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 идем крабиком. И так, у меня шарик валяется на полу, я его брать не буду. Большой шарик я тоже бахать не буду. Вот этот бы бахнем. Нет, я вот так вот возьму. Давайте раз, два, три. Что же у нас здесь? И здесь у нас крем для рук. Ю-ху, крем для рук. Смотрите, есть такой, есть такой одной фирмы, просто с разными вкусами. Какой-то мне понравился, какой-то не очень. Короче, ладно, добавлю вот этот. У какого-то был классный запах, мне он понравился, а у какого-то что-то... Вот, вот у этого не очень. Как раз слайм подойдет. Судя по всему, у нас пока что получается баттер слайм. Только клея очень мало. Давайте, в общем, искать дальше клей. Надеюсь, попадется нам клей какой-нибудь, и тогда будет действительно баттер слайм. А если попадется крахмал, то вообще стопудово. Я беру шарик и лопаю его. А где бумажка? А где бумажка? Улетела к тебе, Зай? Ребята, мы потеряли бумажку. Просто все обыскались, Денис пошел искать туда бумажку. Это оказалось, что это вообще кусочек был шарика белого. Вот он вам сейчас покажет, надеюсь, что видно. Он обознался немного. Вот у меня бумажка, она вот туда отлетела. Короче, это цифра 1. 1 у нас здесь находится. Вау, круто! Смотрите, что здесь. Смотрите, что под циферкой 1. Это глиттеры. Итак, берем первый, зелененький. Добавляем. Сейчас мы здесь красоту наведем. Просто полнейшую. И последний цвет, это у нас серебристый. Блин, я не могу его открыть, серебристый цвет. Ребята, мне нужна ваша помощь. Давайте помните, как в челленджах, в предыдущих челленджах, там, где мистическое колесо было, вы мне помогали открывать клей. Вы ставили большие пальчики вверх, и у меня бы получалось открыть клей. А здесь, блин, надеюсь, что получится открыть блестки. Но что-то не получается. Глиттер, открывайся. Он не хочет. Вы, видимо, не нажимаете большие пальчики вверх под видео, и он не хочет открываться. Давайте нажимайте. Ну. Нет, я не могу его открыть. Вот так вот, да? Спасибо большое. Не нажали вы большой пальчик вверх. Сейчас мне Денис откроет. Вы можете пока что нажать на большой пальчик вверх, и тогда вы поможете Денису. Пока Денис открывает серебряный, я добавлю еще вот этого немного. Он такой красивый, потому что был. О, все. Спасибо большое, Денис. Вы открыли мне серебряный глиттер. Давайте крышечку. Спасибо. Добавляем в наш будущий слайм. Ребята, смотрите, я хочу вам со всех сторон это показать, как это выглядит. Потому что я когда начну это все перемешивать, это уже будет не так красиво. Так что пока что наслаждайтесь красивой картинкой. И давайте уже лопать следующий шарик и смотреть, что нам попадется. Потому что нам нужен как минимум загуститель, а как максимум загуститель и хотя бы еще один тюбик клей. Но это было бы очень-очень круто. Надеюсь, что так и будет. Ну-ка, футбол с помощью шарика. Вот теперь-то вы точно, наверное, заценили мои тапочки. Если вы в предыдущий раз их не увидели, сейчас вы точно должны были увидеть. Максимально домашняя атмосфера. Плава богу, бумажка здесь. Итак, смотрим, что нам здесь попалось. Здесь что-то очень длинное. О, молочко для снятия макияжа. Смотрите. Я ни разу вообще такой ингредиент не добавляла в слайм. Но у нас же здесь рандомный ингредиент. И, собственно говоря, вот он у меня здесь. Молочко для снятия макияжа. Надеюсь, что он благоприятно повлияет на наш будущий слайм. Типа там как крем и все такое. Хотя здесь уже есть крем. Кстати, у меня даже шарики. Ребят, у меня даже шарики лежат просто в мойке. Смотрите, они у меня не помещались. Я их сложила просто в мойку даже. Берем розовенький. И смотрим. Здесь опять. Ого! Это уже, ребята, заявка на финишную прямую. Нет, на самом деле. Это, смотрите, цветные мелки. Цветные мелки, да, чтобы вы понимали. Цветные мелки. Я еще ни разу не добавляла. Но, видимо, день настал экспериментов. Вот у меня есть цветные мелки. Но сейчас, через 2 секунды, я к вам вернусь. Потому что я не подготовила терку. Я забыла сюда поставить, в общем. Раз до трех. Ну что, ребята, я думаю, это было быстро. Я принесла терку. Я думаю, вы понимаете, зачем я принесла терку. Потому что цветные мелки, как вы понимаете, они не растворятся в слайме. Их нужно натирать. Давайте выберем цвет, который будем натирать. Пойдемте сюда ко мне поближе. И будем выбирать цвет. Я не знаю, как его выбрать. Хочу сиреневый. Почему бы и нет? Мне кажется, он красивый. Ну что, погнали. Все, ребята, думаю, такого количества цветных мелков будет хватит. Достаточно, вернее. Кидаем остаток вот сюда. Пускай это будет как дополнительный ингредиент. Все, смотрите, у меня руки даже теперь сиреневые. Убираем цветные мелки в сторонку. Убираем терку в сторонку. И переходим к следующему шарику. Будем лопать. Мне Денис говорит, типа, лопни-ка все вот эти шарики, которые на столе находятся. Типа, не камень фото, что они здесь лежат. Давайте-ка их, короче, лопнем. Смотрите, какой он грязный, офигеть. Он весь в детской присыпке. Это было мощно. Мне кажется, слоума нужно было сделать, как я вот так сделал. Так, что у нас здесь? Ребята, у нас здесь уже повторюшки идут. Повторюшки-хрюшки. Это крем для рук. Крем для рук. Давайте добавим, значит, другой крем для рук, раз уж он выпал. Что у нас сейчас будет? Это будет мега-слайм, наверное. Наверное. Но это не точно. Итак, давайте на счет три. Раз, два, три. Это было сильно, и теперь мне надо понять. А, это вот оно, наверное. Это цифра 16, которой, походу, у нас здесь нет. Прикол. В общем, ребят, мы только что вот этот момент взрыва шарика записали в Инстаграм. И если ты подписан на мой Инстаграм, то ты уже видел этот момент. Если это так, напиши в комментариях, то, что ты из Инстаграма, ты это уже видел. Потому что я выложила это видео за несколько часов до опубликования этого видео на Ютуб. В общем, я думаю, у меня понял. Если ты это видел в Инстаграме, просто поставь плюсики и напиши, то, что ты из Инстаграма. Но, ребят, у нас здесь такой небольшой казус. У меня здесь цифра 16. Но у меня здесь нету. Да, у меня здесь до 15. Знаете, чем мы будем делать? Цифра 16. Давайте сложим 1 плюс 6. И типа получим цифру 7. И посмотрим, что у нас под цифрой 7. А под цифрой 7 у нас вот такие вот классные шарики. С другой стороны, мы можем взять 1 из 6 или 7. Давайте возьмем 7. Типа 1 плюс 6 будет 7. Добавляем вот эти вот шарики к нам сюда. Без казуса просто никуда. А почему бы и нет? Собственно говоря, что я теряю? Почему бы не высыпать сразу все шарики абсолютно в мисочку? Лопаем красный шарик. Надеюсь, что здесь у нас будет загуститель. Либо если нет, то нет, походу нет. Потому что там маленький такой вот бумажечка. Это значит, что-то вот что-то из этого. А где бумажечка? Мы потеряли ее! Мы потеряли бумажку! Это цифра 1, она у нас до этого была. Мы потеряли бумажку! Мы потеряли бумажку! Денис, посмотрите у себя! Нету? Как это? Ребят, мы, короче, потеряли бумажку. Она куда-то улетела в неведанную страну бумажек. Тут серьезно ее нету. Я не знаю, у меня здесь ее под столом нету. Я вам могу показать. Денис, засними вот этот весь хаос, который здесь происходит. У меня здесь валяются другие бумажки, но они все развернуты, это старые. И шарики лопнуты. А маленькой нету. Ладно, давайте следующий шарик лопать. Надеюсь, что эту бумажку я не потеряю. Я лучше буду их здесь лопать, потому что здесь больше места, и я пойму, куда она улетела. А здесь у нас цифра номер 15. Так, 15. Ёшкин, Макарешкин, ребят, смотрите, что у нас здесь. Честно говоря, мне кажется, это уже будет вообще какая-то жестуха. Что, мы все это будем складывать сюда? Нет? Кусочек, да, положим? Я даже не знаю, как это называется. Называю упаковочные волосы. Если вы знаете, как это называется, то напишите в комментариях. Блин, он такой красивый, леопардовый у него вот эта вот расцветка. Мне так нравится, если вам тоже, то, блин, это так круто, вы можете написать об этом в комментариях. Ладно, давайте лопать. Шампунь! Где мой тетраборат натрия? Где мой нафтезин? Что за фигня? Почему шампунь? Я хочу загущать уже вот это все. Ладно, давайте добавлять шампунь. Добавляем фантин наш. Какие нехорошие звуки. Смотрите, что получилось. Мне кажется, прикольно выглядит. Даже не видно, что по вот этими упаковочными волосами находится. Мне кажется, когда замешаем, получится такая дичь. Так что пока что наслаждайтесь красивым видом в тарелке. Потому что, мне кажется, слайм будет ну такое себе. Здесь у меня очень много шариков. Вот, например, прозрачный такой, серебряный. Я хочу его лопнуть. Когда будет загустеть? Или я не перестану говорить? Ребят, смотрите, жидкое мыло. Жидкое мыло. В общем, все ингредиенты собрали. Мы сейчас посмотрим, что будет со слаймом, если сюда добавить абсолютно все. Вот оно, короче, мое жидкое мыло. Она открыта? Она открыта. Давайте. Нет, она закрыта. Теперь она открыта. Добавляем. Идем далее. Пойдемте, пойдемте со мной за шариком. Давайте я еще раз возьму шарик из мойки. Я забыла, как называется мойка. Здесь вообще есть бумажка, да. Итак, ребят, давайте смотреть, что у меня здесь. И здесь у меня ПВА. Но это уже хорошо. Это хотя бы еще один клей, потому что он точно не помешает здесь, вот в этом будущем моем слайме. Итак, вот она моя бутылочка клея ПВА. Добавляем ее в нашу тарелочку. Все, просто до последней капли нужно выжать клей. Я всегда так делаю. Если вы тоже так всегда делаете, особенно, ну, как бы, не особенно, а вы мои слаймеры, если вы тоже так делаете, блин, то вообще круто. Мы с вами одна большая семья, которая выжимает клей до последней капли. Я всегда так делаю. Все пытаюсь уже до последней капли. Не знаю, почему так. Пойдемте за следующим шариком. И так, раз до три, отравивали. Красного, по-моему, не было обычного. Так что давайте его бабахнем. Вы видели, да, большой шарик, как там туда-сюда, ходит туда-сюда, пытается все упасть. Чудеса, ребята, чудеса. Клей ПВА, пожалуйста, собственной персоной. Здравствуйте, до свидания. А прикиньте, если мы все бабахнем, все шары, а в итоге у нас не будет загустителя. Ну, придется нарушать правила челленджа и добавлять загуститель. Ой, здесь что-то такое длинное, как раз у нас, я там прям вижу, угу, там прям такая длинная бумажка. Короче, готовьтесь, ребята, у нас сейчас снова будет экшн задействован в съемке моих видео, потому что сейчас у нас будет присыпка детская. Просто это надо перекреститься реально. Все, она закупорилась, экшн закончился, я думаю, хватит ее добавлять. Теперь это реально, смотрите, очень сильно похоже на вот эту штучку птичек, как она называется, я уже забыла. На гнездо, да, похоже очень сильно на гнездо. Еще цыпленка какого-нибудь не хватает и просто реально было бы гнездо. Ой, у меня здесь есть еще детская присыпка, открытая. О, еще немного экшена видео. Все, хватит играть. Идем за следующим шариком. Happy birthday! Кстати, если у кого день рождения. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Не, меня, конечно, это все очень радует. Канцелярский клей, ребят, канцелярский клей. Посчитайте просто, сколько здесь ингредиентов в этой тарелке. Я, честно, вообще счет не вела, но мне кажется, уже больше 10 это точно. Берем канцелярский клей и наливаем, собственно говоря, в нашу тарелочку. Надо его сначала открыть. Ура, у меня это быстро получилось. Я уже прям приноровилась открывать этот канцелярский клей. Прям оп-оп и все. Какой следующий шарик выбрать? Смотрите, у меня здесь есть вот такой вот сдувшийся шар. Вот таким вот образом он выглядит. Смотрите, он у меня сдулся. Я не знаю, почему. А, я знаю, почему здесь дырка вот она сдувается. Вот, смотрите, дырочка, она сдувается. Короче, давайте его бабахнем, посмотрим, что в нем находится. Возможно, это что-то нам нужное. Итак, ребят, смотрим, что у нас здесь. Есть маленькая бумажка. Это значит, что это какая-то финтифлюшка. Номер два. Смотрим, на что под номером два. О, господи, ты боже мой. Это у нас. Вот, что это звездочки. Это конфетюшки. Я никогда не добавляла столько украшений в один слайм. Но это же у нас челлендж, собственно говоря, ради этого мы все здесь и собрались. Вот эти звездочки, кстати, когда они в слайме, они очень сильно колят руки. Не советую их добавлять. Я пару раз добавила и потом поняла, что это не очень фактично. Все. Большой шарик, ты пришел мне на помощь? Давай ты туда, иди пока. Номер шесть. Что под номером шесть находится? Понятно все. Вот он вам, номер шесть. Ребят, это сквиши. Порезанный. Ну, это же челлендж, я должна же его добавить, да? Надеюсь, это не шампунь какой-нибудь. Естся, ребята, это загуститель, но это загуститель непроверенный, потому что это спрей для ногтей Мурова. Очень многие мне про него писали, что он работает как загуститель, я еще ни разу не проверяла. Он у меня здесь должен быть. Да, он у меня, смотрите, вот здесь есть, я специально купила. Надеюсь, что он работает, мы сейчас с вами это проверим. Короче, у нас здесь не только челлендж, у нас еще и тест загустителей для слаймов. О, ребята, все, давайте за лепашкой ловите, я буду это все перемешивать. Все, ребята, давайте я буду потихоньку добавлять Мурова вот этого вот спрей и перемешивать. Я надеюсь, что это так работает, что это пшикать надо. Я не знаю. Или просто прям его брать и наливать. Ребят, смотрите, что в итоге получается. Ну, пока что ничего не получается, но это очень противно. Денис Беретов и Тимурова и брызгай. Помните, да, мой лайфхак с предыдущего видео? Я вот так вот все вот убираю всю эту дичь. У меня там просто бутылочка от клея упала. И давайте вываливать наш слайм сюда на стол. Он, конечно, еще немного жиденький. Его нужно повымешивать в руках. Он к рукам сильно прилипает. Давайте еще в этот крахмал заберем всю вот эту присыпку. Ребят, смотрите, как это все выглядит мерзко. Это ужасный слайм. Это полностью Агди слайм. Он просто мерзкий, ужасный. Конечно же, наша стандартная с вами вот эта вот колбасина, вот эта вот каракулька. Каракулька. Йоу. Все, я это сделала. Я должна была это все сделать. В общем, такой вот результат у нас на первом челлендже. Вот это вот что-то, я не знаю. Дайте название вот этому слайму, пожалуйста. Напишите в комментариях, как бы вот это вы назвали. Вот этот слайм. Придумайте ему название. Ну, а я, наверное, сейчас уберу весь вот этот хаос, который здесь находится. Но не весь, а постараюсь хотя бы немножко прибраться. И у нас с вами будет второй раунд. Ну, мы должны добабахать все шары и посмотреть, что из этого получится. Так что у нас с вами будет второй раунд. Третьим все ровно через одну секунду. Итак, ребята, у нас с вами второй раунд. Я уже здесь немножко все прибралась, как вы видите. Подготовила шарики, чтобы было удобнее их взрывать. Так что давайте погнали. Я, наверное, начну с маленьких, а в конце мы с вами взорвем наш огромный шар. Вот он, который здесь лежит, типа шар-спасатель. Надеюсь, что он нас спасет, а может быть у нас уже и так все хорошо будет. Короче, давайте лопать и смотреть, что из этого получится. Нифига себе. Итак, смотрим, что у нас здесь находится. У нас здесь с вами финки-флюшка под номером 12. Тут у меня, конечно, все уже прям в полную дичь превратилось. Смотрите, что у меня под номером 12. У меня блестки. Я что, сейчас буду блестками посыпать просто пустую тарелку? Видимо, так и придется сделать. Я каждые блестки попытаюсь открыть и посыпать ими тарелочку. Почему бы и нет? И давайте. Ребята, смотрите, сколько у нас еще блесток осталось. Смотрите, сколько хуже насыпала, сколько, вернее, цветов, видов, цветов и видов я насыпала. Вот столько я уже насыпала, а столько еще осталось. Но я не сдаюсь, я открываю все и насыпаю. Здесь уже все цвета, смотрите, перемешались, тарелки. Надеюсь, что это будет в итоге красиво. Ура! Я вскрыла этот красивый цвет. Все, насыпаем его. Теперь закрываем аккуратно, чтобы я его потом хотя бы смогла открыть, когда он мне понадобится. Убираем все блестки. И теперь давайте лопать следующий шар. Ну, далеко ходить не будем, просто вот этот лопнем и все. Вау! Тут, походу, остались от них всякие финтиклюшины, потому что помада, ребят, по-ма-да. Вы понимаете, да, о чем я? Сначала нам нужно найти помаду. А, вот я ее приготовила. У меня есть жидкая помада, но я ее добавлю только уже в сам готовый слайм, потому что, как бы, какой смысл мне еще мне ее сейчас сюда добавлять? У меня здесь только блесток. Поэтому помада пока что мне здесь полежит и дождется того момента, когда у нас будут хотя бы какие-то намеки на слайм. Ну, а мы лопаем следующий шар. Раз, два, три, я то иду подальше. Итак, у нас здесь следующее. Это крем-лосьон, ю-ху, крем-лосьон. Что значит крем-лосьон? А, вот, я вспомнила, что это значит. Лайфхак просто. Если вы не знаете, что добавить, крем или лосьон, добавляйте крем-лосьон. Сейчас испортим всю эту красоту. Все, думала, какого количества хватит. Крем-лосьона. Здесь маленькая штучка, я даже вижу, какая там цифра. Нифига, а что он мокрый-то был? Ребят, смотрите, в тарелку просто шарики отлетели. Номер 14. Давайте вы сами посмотрите, где номер 14. Он здесь есть? И где же номер 14? Оу. Это уже интересно. Здесь у меня, как вы думаете, что это под номером 14? Давайте, сделайте свои ставки в комментариях, напишите ваше предположение. Здесь у меня нарезанная губка. Давно хотела добавить это в слайм, и, собственно говоря, время пришло. Берем следующий шарик. И мне кажется, что здесь, судя по тому, что здесь очень маленькая бумажка, основа какая-то будет фентифлюшина. Просто подстава на подставе. И смотрим, как вы думаете, какой у меня номер здесь? Как вы думаете, какой номер? И это номер 8 на барабане. Ладно, никакого барабана нету, просто номер 8. Смотрим, что под номером 8. Вау. 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 Это мягкий пластилин. Не легкий, а именно мягкий. Смотрите, у нас здесь есть вот такие вот цвета. Белый, желтый, красный. Короче, все цвета почти есть. Какой сюда добавить? Если вот эти вот всякие штучки желтенькие, мне кажется, лучше сюда добавить желтый. Я его тоже оставлю пока что здесь. В общем, приготовим слайм и добавим все. И помаду, и пластилин, и вообще все, что только можно. Давайте теперь переходить сюда и брать шарики отсюда. Давайте сразу. Я коврила в конце, бабахнем большой шар. Давайте сейчас бабахнем. Что уж ждать-то, давайте. В общем, мне кажется, это должен быть мощный взрыв, по крайней мере, я так думаю. Затыкаем уши и бабахаем. Я боюсь. Я сейчас заглохну, наверное. Ладно. Все хорошо. Все хорошо. Как я вам говорила, это шарик-спасатель, поэтому здесь должно быть абсолютно все, что нам нужно для слайма. Итак, пена для бритья. Пена для бритья нам, конечно же, нужна для слайма, так что добавляем пену для бритья. Пускай в этом видео будет пена Arco. Блин, ее надо было взболтать, я ее не взболтала. Очень странная какая-то пена. Что с ней не так, ребята? Мне кажется, пена чуть-чуть. Окей. Пену мы это утилизируем, мы берем нормальную пену, Arco вообще не наш друг, вот это наш друг. Добавляем ее. Моя любовь к пене, она безгранична, поэтому ее будет много. Все, пены достаточно. Далее, что у нас есть, это ПВА. Классно, спасибо, Денис, что ты спасаешь мой челлендж. Это ПВА. Берем ПВА клей и добавляем его сюда. Смотрим дальше. Это что такое? Крем для рук. Окей. Крем для рук, значит, крем для рук. У меня здесь должен остаться крем для рук. Вот они мои два тюбика. Здесь осталось немножко, здесь осталось немножко, поэтому будем выдавливать сразу из двух тюбиков. Смотрим, что же у нас здесь. И здесь у нас нафтизин плюс сода. Давайте загуститель оставим все-таки на конец. Ну, один фиг его добавлять. И посмотрим, что находится в шариках, которые у меня здесь остались. У меня здесь остались всего лишь три шарика, поэтому надо их лопнуть и посмотреть. Офигеть, там что, две бумажки было? Шок. Ребята, вы видели? Две бумажки просто вылетело. Давайте смотреть, что здесь. Итак, у нас здесь тени для век. У нас, походу, будет слайм из косметики. Так, тени для век, потому что у нас уже здесь есть помада. И, так, это, походу, ПВА, потому что три буквы, да. И это ПВА. Я забыла вам показать. Вот тени для век, смотрите. И ПВА. Я надеюсь, у меня здесь есть. Да, у меня здесь есть еще один клей ПВА. Я уже думала, блин, он закончился. Нет, он, слава богу, есть. Добавляем. У меня есть вот такие вот тени. Они типа для смоки айса, которые я не умею делать. Ну, я их добавлю, конечно же, тоже в конце. Ну что, последние два шарика. Давайте смотреть, что же здесь. Бабахаем. И номер три. Надеюсь, что здесь что-то хорошее. Не какой-нибудь какашка. А где вообще номер три? Он есть вообще здесь? Номер три, отзовитесь. Ура, ребята, это шарики. Это офигенно красивые шарики. Смотрите, это похоже на мороженое. Я всегда говорю, это похоже на мороженое. Но это реально похоже на мороженое. Ну все, ребят, финишная прямая, финишный шарик. Пойдемте со мной. Будем его взрывать. Давайте я его прямо здесь вот взорву. Все, раз, два, три. Это у нас, смотрите, номер 11. И походу какая-то какашка. Блин, какашка реально. Это бусины. Я не люблю бусины в слаймах. Вот они у меня здесь находятся. Давайте выберем какой-нибудь один цвет. И добавим совсем чуть-чуть, потому что я их не люблю. Вот этот, мне кажется, цвет такой очень нежный. И как раз подойдет сюда. Насыпали совсем немного. В принципе, выглядит красиво. Давайте перемешивать. Блин, это офигенно. Я пытаюсь растянуть этот момент. Ну что, я думаю, в принципе, это все хорошо перемешалось. Теперь можно загущать. Поскольку загуститель у нас был нафтезин и сода, то загущать, естественно, будем нафтезином и содой. Добавляем немножечко соды. Перемешиваем. Ну и, собственно говоря, все. Момент икс. Давайте добавлять сами нафтезин капельки и загущать. Ребят, смотрите, я, короче, перемешиваю, перемешиваю, перемешиваю. А вот это вот все становится только жиже. Я не знаю, что с этим делать. А, нет, оно здесь потихоньку начинает скрепляться. Вообще, какая-то непонятная история происходит. Оно как будто водой пошло. Я не знаю, что с этим делать. Оно вообще между собой не скрепляется. Хотя, в принципе, здесь все нормальные ингредиенты были проверены. Кроме крема лосьоны. Я не знаю, что это за крем лосьон был. Возможно, он мне все подпортил. Мы уже начинаем спасать слайм. Мы уже добавили немного соды. Мы сюда налили весь абсолютно нафтезин, который у меня был. Но что-то как-то не помогло особо. И спрыгивает спрей Тимурова в надежде на то, что нам это поможет. What the fuck, ребят, смотрите, что происходит. Ничего не происходит. Оно не сворачивает. Мне хочется спасти слайм. Но, блин, я не знаю, что делать. Я добавлю, конечно же, все вот эти ингредиенты, которые я еще не добавила. Не выпали тени для век. Я их все-таки сюда немножечко настругаю. Пойдемте со мной сюда. Я не знаю, конечно, зачем я это делаю. Но я должна это сделать. Поэтому добавляем. Блин, так обидно, что слайм не получается. Я не знаю, что сейчас еще сюда добавить. Но загуститель вообще абсолютно не помогает. Так, далее у меня должна была быть помада. Почему бы и нет? Нет, ну это будет очень странно, конечно. Это вообще какое-то издевательство. Блин, взгляди теперь помаду. Я ее туда не засуну. Нет, я ее туда засуну. Придется ее выкидывать. Ребята, это просто вообще... Это все ради челленджа. Все. Я добавила помады. Теперь все по-честному. Перемешиваем. Сейчас будет грязный цвет, потому что тени были серые. Кстати, если вы знаете, какой из этих ингредиентов не подходит для слайма, то напишите в комментариях, которые мне сегодня выпали. И почему получилась вот такая вот жидкая субстанция. Ну и последнее, что осталось, это мягкий пластилин. Я его тоже должна добавить. Все добавляем. И все это перемешиваем. Просто сейчас будет вообще непонятный компот из всего, что только можно. Ребят, смотрите, я добавила сюда все, что мне выпало. Я добавила сюда абсолютно все. У нас получилась вот такая вот наиполнейшая дичь. У нас не получился слайм, потому что какой-то из ингредиентов у нас был как бы, ну, не очень подходящий для слайма. Хотя, блин, вроде бы все нормальные. Но какой-то, видимо, все-таки не подошел, потому что, ну, сами видите, почему. Я не знаю, что пошло не так. И это все начало пузыриться, давать пену и все такое. Ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам понравился этот челлендж. Вообще, я немножечко сейчас расстроилась, потому что мне не получился второй слайм. Но на самом деле, это же все как бы не от меня зависело. У нас здесь с вами мистические слаймы, дельный челлендж. В общем, рандомный ингредиент смешиваем, получаем всякую гадость. Получаем всякие непонятные слаймы. В общем, если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх. Надеюсь, что вы меня поддержите и все-таки поставите большие пальчики вверх, потому что у меня не получился второй слайм и я немного расстроена. Подписывайтесь на канал, если еще вы вдруг не подписаны. Но, в принципе, на сегодня это все, мы с вами долопали абсолютно все с вами шарики, вот все, такие дела, увидимся с вами в новых видео, я вас очень сильно всех люблю, ребят, до скорой встречи, всем пока!